Еще все спали, вышли первые зоозащитники Владивостока, чтобы сказать громкое, нет убийства животных ради одежды. Следующие были города, как мы их назвали, жемчужины нашей акции. Это города Ямало-Ненецкого автономного округа, самые северные наши участники, город Надым и город Ноябрьск. Наши оппоненты очень любят говорить о том, что ну что же зима там в Москве, в Петербурге. Вот вы свои идеи попробуйте донести до людей, которые живут на Крайнем Севере. Все, теперь этот аргумент разбит напрочь. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что уже это не считается традицией. Все эти меха уходят в прошлое. Было там 10-12 городов, а сейчас уже больше 50 городов, которые... 60. Тебе предложат продавцы с улыбкой. А ты счастливая, устанешь примерять. И ту, и эту, и он те, что справа, и словно мантру будешь повторять. Шикарно, дорого, ну что ж имею право. Берешь, берешь кредит у смерти. А твой зеркальный с шубой диалог, сценичный, дикий, будет провожаться. Какой бы выдумать немыслимый предлог, чтобы от столько и лести удержаться. Да как в той сказке. Зеркало скажи. Но зеркало, тебе ответят грубо. Их заживо кидали на ножи. Все для того, чтобы звери стали шубой. Основная наша тема, это, естественно, меховая индустрия. Поскольку начинается зима, люди начинают одеваться в тепло. И искать какие-то свои способы утеплиться. Часто они выбирают именно шубы, какие-то другие вещи, из производства которых страдают животные. Вот мы говорим об этом, мы говорим, что можно жить, не убивая животных, что шуба это атовизм, что это вообще ненужная вещь, которая по большому счету является просто предметом роскоши. Основная проблема и бездомных, и домашних животных, и диких животных – отсутствие федерального закона о защите животных в нашей стране. Сейчас по городу Санкт-Петербурга прокатилась огромная волна отравления домашних животных. Во многих районах, во многих парках были разбросаны сильнодействующие яды, смертельно опасные как для животных, так и для людей. Полиция не предпринимает практически никаких дел, прокуратура также, администрация города молчит. Ситуация очень сложная. Существует проблема в данный момент, когда жилищно-коммунальные службы замуровывают даже в окошных подвалах домов. Либо выбрасывают их на улицу в холод, вот сейчас осенью, и замуровывают все дырки. И животные, по сути, которые жили в подвалах, оказываются на улице и вынуждены ночевать под машинами на асфальте в холод. Либо их загрызают собакей, либо живодеров у нас тоже хватает. Конечно, люди в основном борются, потому что многие опекают животных и понимают, что выбрасывая животное из подвала осенью и зимой, это животное обречено, по сути, на смерть. Либо от холода, либо от собак, либо от людей. И мы пытаемся заниматься этой проблемой сейчас. Очень много обращений, огромное количество тех, кто пытается как-то бороться с этой проблемой, и сталкивается с хавским обращением жилищно-коммунальных служб. Очень тяжело, часто решается вопрос, особенно если животные живут в соседнем доме, и люди борются за этот дом, не являясь жильцами дома. Это очень большая проблема. Проблемы использования животных в фото-бизнесе, экзотических, диких животных. Мы в Санкт-Петербурге занимаемся около пяти лет. Поначалу устраивая обыкновенные облавы, мы наивно полагали, что эти люди уйдут с улиц центральных площадей нашего города. Но существующий штраф, они нарушают закон о коммерческой деятельности, им не страшен. После задержания они возвращаются снова на место своей работы. И мы тогда обратились с просьбой поддержать нас в размещении социальной рекламы. Нас выдержали все профильные структуры. Это и управление ветеринарией, и комитет по охране природы, и комиссия по экологии, законодательного собрания. И впервые в нашей стране власти разрешили, согласовали социальную рекламу, призывающую людей не пользоваться блогами фотографов с дикими животными. Мы не изобретаем велосипед, в принципе, и идем по протуренной уже дорожке, руководствовать опытом зоозащитных организаций, зоозащитников других стран, в которых уже многого удалось добиться. Работая в правовом поле, ведя диалог и с властью, и с обществом, шаг за шагом нам в стране, у нас в России удалось изменить ситуацию в лучшую сторону. Если раньше все-таки нас игнорировали, то теперь ситуация меняется. Был вопрос какое-то время участвовать, не участвовать в акции, потому что так много происходит насилия не над животными, происходит война, в которой наше государство участвует, в которой наши граждане участвуют и страдают от украинских. В общем, как поговорить здесь страдают эти животные, наверное, не так актуально, мне кажется. Но с другой стороны, я пришел на эту акцию, и на одном из баннеров увидел слова Льва Толстого «От убийства животного до убийства человека – один шаг». Ну и довольно известный случай, один из самых идиозных, идиозно известных таких персонажей из русских нацистов, некто мальчиков, который знаменит был своими фотографиями в интернете, где он отрезает голову животного, сейчас сражается на стороне ДНР и с наслаждением, наверное, убивает людей. Вот, в общем, живая иллюстрация сейчас правоты этого движения, наверное. Хотелось бы, чтобы оно было сильнее, и чтобы оно было профилактикой появления таких персонажей, которые с увлечением, там, дают волю своим садистским фантазиям. И, наверное, тогда мы могли бы что-то предотвратить, и, наверное, могли бы что-то избежать. Чего мы хотим? Чего мы хотим? Чего мы хотим? Сейчас!